Сегодня 6 марта, только что завершилась торговая сессия на московской фондовой бирже и вместе с ней завершилась опять крайне неблагоприятная торговая неделя. И первые мысли, которые приходят в голову после таких дней, оно ее к черту, эту биржу, все это дело надо бросить, все это обман, лохотрон и ничего кроме убытков и стресса данная деятельность не приносит. Вот, давайте посмотрим за нашими результатами, за нашими результатами, ну вот где-то в середине недели был незначительный рост, который к концу недели весь был опять съеден и рынки снова ушли вниз. В итоге по итогам недели минус 1,3 процента и мой финансовый результат минус 5622 рубля. А сегодня результат совсем печальный, минус 2,7 процента, я потерял минус 12156 рублей. Давайте посмотрим, что у нас сегодня падало. А все у нас сегодня падало. Почему-то сегодня на почти 5 процентов взлетел ГМК Нурникель. Очень странно. Видимо, какие-то новости на эту тему имеются. Надо почитать. Все остальное в красной зоне полностью облигации. Финекс на акции компании США, что естественно. Алроса, Яндекс, Русал, Лосерлин Энерго. Наши акции по индексу РТС. Все в минусе, все в минусе. Самый большой минус детский мир. Татнефть, Сбербанк, Газпром, Лукойл. То есть все тяжеловесы сегодня рухнули. Паника, паника на московской фондовой бирже. Что, собственно, в такие минуты хорошо делать. Для того, чтобы сохранять спокойствие. Хорошо в эти минуты читать цитаты умнейшего человека, отца инвестиций Ворона Баффета. В частности, вам не стоит владеть акциями компании, если падение в цене на 50% в течение короткого периода времени причинит вам серьезный стресс. Вот так вот нам советует Ворон. Что уж говорить про какие-то незначительные 3%, которые я сегодня потерял. Вот еще интересная цитата. Успешное инвестирование требует времени, дисциплины и терпения. Не важно, насколько вы талантливы или старательны. Некоторые вещи просто требуют времени. Ребенок не родится за один месяц, даже если забеременеют сразу 9 женщин. Какой он юморист. Ну и всегда так же в такие моменты интересно читать, какие были максимальные потери у очень серьезных инвесторов, у богатейших людей мира. В частности, вот на старте этого обвала 25 февраля на фоне информации о распространении коронавируса за один день глава компании LVMH Бернара Но и глава Амазон Джефф Безос лишились более 4,8 миллиарда долларов каждый. Владелец Zara Амансио Атрего потерял 4 миллиарда, Амар Цукерберг 3,48. И теперь мы смотрим на мой результат. На мой результат. Изменения за день всего лишь 2,7% и 12 тысяч рублей. Жалкие 12 тысяч рублей. Видите, как хорошо, что я не Марк Цукерберг, и не другие богатейшие люди мира, потому что иначе мои убытки меня бы расстраивали куда более значительно. Но все вышесказанное, вышесложенное, не более чем шутка. Конечно, нам надо понимать, что все это временные события. И вот это падение линии моих активов, оно также событие временное. И после того, как информация о коронавирусе перестанет занимать умы человечества, все мои активы, и ваши активы, и активы всех инвесторов, они неизбежно поползут вверх, именно к той отметке, на которой они находились до февраля 2020 года. Так что терпение, терпение и стрессоустойчивость. Это все, что нам нужно. И будем надеяться, что следующая неделя будет более приятной для инвестора. Всех женщин с наступающим 8 марта. И всего вам доброго.